Послание к римлянам 8 глава Писание говорит нам, что кающийся грешник — это тот, кому Дух Святой дает силу не только для того, чтобы покаяться в грехах, но и жить новой жизнью во Христе. Писание говорит ясно, что когда мы отдаем контроль Духу Святому, то освобождаемся от контроля греха. Посмотрите на первый стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. У меня всегда бегут от него мурашки, каждый раз, когда я читаю». Верующие больше не находятся под божественным осуждением. Но выслушайте внимательно, потому что здесь запутываются многие верующие. Первая проблема. Они путают божественный суд, которого мы избежали навеки, с божественным наказанием. Евреям 12 глава 6 стих говорит нам, что признак Божьей любви — это тот факт, что он наказывает нас. Вторая проблема. Люди путают освобождение от божественного суда с божественной подотчетностью. Нам придется дать отчет за свое управление. Возлюбленные, поймите меня верно, верующие никогда, никогда не попадут в ад. Если вы согласны, то скажите «Аминь». Но нам придется дать ответ за свое служение, за дары, за время, за жизнь, за все, что было нам дано. Вот почему верующий должен стремиться повиноваться Богу всем сердцем. Я понимаю, что все мы можем спотыкаться по пути, но благодаря божественной природе мы можем стряхнуть с себя пыль и даже омыть себя своими слезами, чтобы снова вернуться назад. В послании к римлянам, восьмой главе, апостол Павел дает нам три причины, почему Дух Святой был дан в дар верующим. Во-первых, давайте посмотрим на фрагмент со второго по двадцать седьмой стих. Я уже читал первый стих. В отрывке со второго по четвертый стих Дух Святой обеспечивает нам свободу во Христе. Мы видим это со второго по четвертый стих. С пятого по семнадцатый Дух Святой подписывает наши документы на усыновление. Он подтверждает их, подписывает их и говорит «решено». С восемнадцатого по двадцать седьмой стих мы видим, что Дух Святой превращает наше стенание в славу. Иисус дал нам Духа Святого в дар, чтобы Он жил в нас, и мы могли жить в свободе и не были рабами. Есть люди, которые учат, что если вы воюете со грехом, с вами что-то не так. Но это неправда. На самом деле, чем вернее вы, чем послушнее вы, тем больше вы жаждете праведности, и тем сильнее накаляется битва. Единственная ошибка, так это отказаться от этой битвы, отказаться от боя. Единственная ошибка — это поднять белый флаг и сдаться. И я скажу это так. Верующий, вводимый Духом Святым, похож на чайку. Когда чайка пытается взлететь с крутого утеса, то в первую очередь на нее начинает действовать закон гравитации. Но когда она раскрывает свои крылья, начинает действовать другой закон, закон аэродинамики. Он позволяет чайке парить. В пылу битвы очень важно напоминать себе о том, что вы не одни в этой битве. Я делаю это постоянно. Ни один и ни два раза на дню. Постоянно. Я постоянно напоминаю себе, что я не один в битве. Из-за закона гравитации я могу начать медленно. Но я могу сказать Духу Святому, Дух Святой, ты со мною, ты во мне, ты за меня. Ты борешься за меня. И внезапно закон гравитации уступит место закону аэродинамики. Сильнее. Дух Святой поднимет вас, и вы воспарите над грехом, над обстоятельствами, над страхом, над тревогой, над тем, что мучает вас. Возлюбленная. Вот почему Бог дал нам свой Дух. Это Его дыхание. Это Дух Божий. Дух Святой борется за вас. Это Сам Бог. Бог Дух Святой защищает вас. Бог Дух Святой покрывает вас. Бог Дух Святой дает вам силу. Именно об этом Иоанн говорит в Своем первом послании 4 главе. Именно это он имеет в виду, когда говорит, «Тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире, Божий дар спасения, пришел к нам благодаря Его совершенной жертве на Голгофском кресте». Сегодня многие проповедуют моральное Евангелие. Они говорят, «Просто следуйте примеру Иисуса». «Просто следуйте учениям Иисуса». Это также невозможно, как заставить двухмесячного ребенка ходить. Следовать совершенному примеру Иисуса без совершенного Святого Духа невозможно. Это приведет вас лишь к поражению и разочарованию. Вот почему апостол Павел говорит далее в послании к римлянам в 8 главе 4 стихе «Свобода». Свобода от греха возможна лишь тогда, когда мы активируем силу Духа Святого в нас. И вот третья причина, почему Бог дал нам Духа Святого. Он хочет обеспечить нам свободу. Победу над грехом, страхом, искушениями, обстоятельствами. Во-вторых, Дух Божий дается нам в качестве гарантии. Он гарантирует наше усыновление. Он является свидетелем. Он ставит печать на наших документах об усыновлении. Павел говорит об этом. Посмотрите на 8 главу. Возлюбленное — это одна из величайших привилегий верующих. И это правда. Каждый настоящий верующий имеет Духа Святого. Но вы должны постоянно принимать Его. Он живет в вас. Но вы должны постоянно приветствовать Его. Почему же Дух Святой живет в каждом верующем? Потому что вы не можете стать частью Божьей семьи, не приняв силы Отца, усыновившего вас. Это сила, сила Его Духа. Вот почему Иисус сказал ученикам перед Вознесением, вы должны дождаться, пока не примете Духа Святого. И когда вы примете Его, то примете силу, она сойдет на вас. Иногда наш ограниченный ум не может понять, как Дух Божий может соединиться с нашим Духом. Я хочу понять это, когда попаду на небеса. А пока что я просто благодарен за это. Вот что я знаю. Бог, Дух Святой, не будет выламывать двери вашей жизни. Не будет заставлять вас принимать себя. Он запечатывает добровольное повиновение. Он запечатывает добровольное повиновение верующего. Кто-то может спросить, Майкл, а как Дух Святой работает и запечатывает наши документы об усыновлении. Но, во-первых, он открывает истину своего слова Священного Писания. Павел сказал в послании к Ефесинам, 1 главе, 18 стихе, «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его». Для кого все это? Для святых. Также Дух Святой ведет нас, помогая нам повиноваться Слову Божьему. Я пытался повиноваться без силы Духа Святого и каждый раз терпел поражение. Возлюбленные, одно дело читать Слово Божие, понимать и запоминать, но совсем другое повиноваться Слову Божьему. Я могу показать вам в Священном Писании, что Господу угоднее повиновение, чем жертвы, даже в Ветхом Завете. Помните, когда царь Саул наломал дров, обманул и взял то, что не должен был брать, и когда Самуил сказал ему об этом, тот ответил, «Я просто приношу жертвы». Я взял все это, чтобы принести жертвы, а Самуил ответил ему, «Богу угоднее повиновение, чем жертвы». Есть жертва, которая идет от повиновения. Это не то же, что жертва в оправдание, вместо повиновения. Вы со мной? Понимаете? Дух Святой также подтверждает наши документы на усыновление. Он освобождает нас от духа рабства. Посмотрим на 15 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче, Папочка». Павел говорит нам следующее. «Грех приносит рабство и страх, но работа Духа Святого освобождает его детей от рабства, греха и страха». Он пишет римлянам, эти люди жили в римском обществе, по римским законам, и вы должны понимать, что делали римляне, когда усыновляли кого-то. Они понимали, что усыновленный получал больше чести, чем физический сын. Вы спросите, почему? Если отец разочаровывается в своем сыне, по любой причине, то идет и ищет мальчика, которого мог бы усыновить. Усыновленный сын должен иметь те характеристики, которых не было у его физического сына. Если до смерти отца усыновленный мальчик оказался достоин, то он наследует титул отца, и ему переходит имя семьи. Вы скажете, откуда мне знать, что Дух Святой живет во мне? И это хороший вопрос. Доказательством тому является желание вас. Открытое или тайное между вами и Богом взывать авва. это слово, исполненное близостью, нежностью, зависимостью, авва. В нем отсутствует страх или тревога. Авва. Когда Бог усыновил нас, Дух Святой запечатлел нас и освободил от смерти. Он забрал страх греха, страх смерти и дал нам своего Святого Духа, который постоянно свидетельствует о том, что наши документы об усыновлении подписаны. Самое время сказать на это аминь. Никто не может поставить их под сомнение. Никто. Какова же цель этих документов об усыновлении? Спасение. Это лишь их честь. Прощение их честь. Очищение их честь. Но главная цель нашего усыновления сделать нас наследниками имени Отца, наследниками Его славы. И вот вам прекрасные новости. Сатана не может оспорить эти документы на усыновление на небесах. Потому что Он больше не может подняться туда. Посмотрите на 17 стих. А если дети сказано тут, то и наследники. Наследники Божии, сына наследники же Христу. Я хочу, чтобы вы сами ответили себе на следующий вопрос. Вы размышляли над своим наследием в последнее время? Вы размышляли над славой, которую мы примем в последнее время. Я знаю, что есть люди, которые ждут смерти своего богатого дяди, чтобы унаследовать пару долларов. Нет, для меня смерть — это приобретение, это лучшее наследие. Дух Божий дает нам гарантию свободы и победы. Он гарантирует наши документы по усыновлению. И третье, и последнее. Дух Божий обращает наше стенание в славу. Посмотрим на 18-й стих. Тут сказано, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Возлюбленные мои друзья, что заставляет вас сегодня стенать? Я знаю, что заставляет меня стенать, что заставляет меня жить в агонии, а что давит на ваш дух. Божий Дух говорит вам сегодня, «Посмотрите на меня», что Он может обратить ваше стенание в славу. Бог обещает это. Вся ваша боль и разочарование, разбитые мечты, насилие и отстранение, всякое отвержение и страдание, все это как пыль в сравнении с той славой, что откроется в нас. Павел сказал, что не только верующие стенают из-за греха, но и вся вселенная, вся земля стенает из-за проклятия греха и его последствий землетрясения, ураганы, пожары, бури, все это признаки того, что творение стенает. Со времен падения Адама земля сотрясается в конвульсиях и стенает. Это последствия проклятий, но есть и радостная новость. В Евангелии от Матфея 24 главе 8 стихе Иисус сказал, «Когда увидите землетрясение и другие вещи, происходящие одни за другими, как у женщины во время родов. Знаете, что ребенок готов родиться. Новый Иерусалим уже близко. Возлюбленные мои, пока мы живем в этом шатре, в этой плоти, мы будем стенать. Будут разные причины, но все мы будем стенать. мы стенаем от рака, от сердечных приступов, от отказа почек, от боли в теле. Мы стенаем, потому что мы странники и пришельцы на этой земле, а наш Папа на небесах ждет, чтобы мы присоединились однажды к Нему. Наш Папа, усыновивший нас на небесах. Нам не терпится оказаться с Ним. Вот почему мы стенаем, желая вечности. Мы стенаем из-за того, что грех сделал с человеческим телом. Из-за болезней, немощи, разочарований, скорби. Мы стенаем из-за того, что грех делает с другими в публичной жизни, жизни социальной и политической. Он разделяет дома. Мы стенаем, когда видим насилие в школах, наркотики, банды, террор, безразличие лидеров. Мы стенаем, когда видим, как молодые люди даже в церкви говорят, что греха нет. Есть лишь ошибки. Мы все допускаем ошибки. Иисус не просто пришел, а умер на кресте за это. Но они отрицают это. Есть и хорошая новость. Все наши стенания не сравнятся с грядущим наследием и славой. Точно так же Дух помогает нам в слабостях. Мы не знаем, о чем молиться, но сам Дух ходатайствует за нас стенаниями, которые нельзя выразить словами. Я хочу сказать вам нечто в завершении. В моей жизни бывали такие времена, когда Дух стенал во мне. Это происходит из-за того, что я не знаю, молиться ли мне за избавление или за силу, чтобы выдержать это. Часто я не понимаю замысел Духа Святого. И тогда Дух стенает во мне. Я знаю. Он приносит эти ужасные стенания к престолу Небесного Отца и дает мне ответы, причем делает это в нужное время. Понимаю ли я все о Духе Святом? Нет, не в этой жизни, но вот что я точно знаю. Если бы не ходатайство Иисуса перед Отцом, если бы не стенание Духа во мне, если бы не сила Духа Святого для победы, если бы не Его гарантия на моих документах об усыновлении, если бы не превращение моих стенаний в славу, я был бы потерян как овца в буре. Вы видели, чтобы овцы терялись в буре? Слава Богу! За Его Дух Святой Он укрепляет нас всегда. Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом.